Всем привет! Я Янис, это блог «После прочтения съесть», и у нас тут в очередной раз рубрика «12 вопросов книги». И задавать вопросы мы сегодня будем Джону Краковеру и его книге «В диких условиях». Она у меня в электронном варианте, я ее читала, в печатном, я даже не знаю, есть ли она в наших книжных, я не видела. Книга или фильм? Более знаменитым для вас, как и для меня, является фильм «В диких условиях». Фильм был снят по этой книге, сценаристом выступал автор. И книга, и фильм у меня очень двоякое впечатление оставалось после фильма. Казалось, ну что это, ну да, там типа все очень красиво снято, там этот молодой человек, который бросает все, едет на Аляску, такой весь бунтарь. В итоге там не очень весело ему на этой Аляске, точнее ему там весело, но заканчивается это сами знаете как. В общем, как-то слишком много мне казалось там юношеского максимализма, непродуманности, какой-то нет прагматичности. Мне не захотелось побежать после фильма и прочесть книгу. Я думала, что она вот какая-то вот такая же, достаточно поверхностная, как мне казалось. Но и это зря. Книга намного круче. То есть они каждый крутой по-своему. В фильме урезали там часть, связанную с биографией автора самого, там какие-то отступления лирические. Там больше ее превратили в дневник вот этого Алекса-супербродяги без всяких отступов. Книга – это полноценная журналистская работа. Джон Кракуэр, он делал нешуточную работу, чтобы выяснить, как умер человек, что он там делал, весь его путь вот этот бродяжнический, этого Алекса-супербродяги. И сопоставить его с другими там похожими ребятами, в общем-то, потому что он не один такой супербродяга и бунтарь. Поэтому как-то книга мне все-таки показалась сочнее. Но фильм тоже хороший. Фильм вас впечатлит, возможно, вас вдохновит на какие-то суперпутешествия, взять рюкзак за плечи и отправиться куда-то в путь. А книга вас предупредит о том, что да, романтика дорог и приключений никто ее не отменял. Но нужно себя к этому подготовить, потому что ожидания и реальность бывают совершенно разными. Поэтому книга класс вообще. Писатель, американский, журналист, альпинист, в общем, ну альпинист-любитель. Он тут просто про себя рассказывает, что с детства, в общем, с отцом занимался этим видом спорта. Уходить в дикие условия, на какие-то подниматься там горы отдаленные, это для него не новость. Он сам через это проходил, поэтому, наверное, ему было интересно копаться вот в этой теме, которую ему пришлось расследовать по работе журналистской. И поэтому, наверное, такая получилась хорошая книга. Сам он понимает суть разговора, он понимает, о чем говорит. Он такой же супербродяга, он, в общем, все это переживал. А кто такой Кристофер Джонсон Макс Кендлис? Молодой человек, время нашего с ним знакомства, ему 20 лет, он закончил колледж. Он успешный, он активный, он супер одаренный во всех областях. За что бы ни взялся, все у него получается. Он из очень богатой семьи. Ну как, как бы по американским меркам, наверное, это выше среднего. Хороший средний класс, у него светлое будущее, но ему это надоедает. Он читает русскую литературу и не только. И вот, значит, начитавшись каких-то идей гуманных, он понимает, что он живет в каком-то не таком обществе, которому бы он хотел где-то всюду править деньги, а он хочет чего-то большего. Ему нужны более яркие приключения, более яркая жизнь, чем вот то, что ему пророчит будущее. Поэтому он хочет бросить все. Долго планирует, долго маскируясь при этом перед родителями, он стабильно получает хорошие оценки, не приносит никаких проблем. А потом в один прекрасный день бац, и уходит. Не оставляет никаких следов, его ищут, конечно. Он пропал вот. А на самом деле он не пропал, он наоборот нашелся. Парень потерян и вот найден. Он нашел свой путь в жизни. Путь его теперь быть Алексом, супер продягой. Почему Алекс супер бродяга? Когда он отправляется в бродяжничество свое, он решает как бы все, надо отречься от всего. Он там избавляется от ненужных вещей, отдает последние деньги на благотворительность, какую-то машину свою сплавляет куда-то. В общем, чуть ли не последние сапоги он там по пучку оставляет. Все это от мира, от цивилизации. Ему это все не надо. Естественно, что в новой жизни ему нужно новое имя. И он выбирает Александр. Может быть, это его навеяла русская литература, где встречаются Александры. Мне кажется, что еще Алекс созвучно с Аляской, куда он направлялся. Алекс супер бродяга. Представляется новым собеседником, знакомым, как Алекс супер бродяга. Это вот такая его новая фишка. Чего ему такому успешному дома-то не сиделось? Что мне понравилось, что здесь Кракоуэр рассматривает психологический аспект вот этих людей, парнишек молодых, девчонок, наверное, в меньшей степени, которые, несмотря на сулящие перспективы, хорошие очень в будущем, несмотря на порядочные и прекрасные семьи, несмотря на полноценную вроде бы жизнь хорошую, почему-то мысли у них начинают бродить. Сам Кракоуэр был таким. Они начинают протестовать против семьи, против отцов, которые там, по их мнению, гнетут чем-то вообще своим существованием, в принципе. И они куда-то рвутся, идут в какие-то дали, какие-то покорять вершины. Незачем. Просто, чтобы чего-то там себе доказать. Здесь Кракоуэр приводит и психологические исследования на эту тему, что это, в общем-то, не просто так у людей рождается, а что-то на это сподвигает. И здесь разбор тоже есть персонажа Криса, Криса, который Алекс. Здесь пытаются выяснить, были ли у него комплексы, был ли он там не дружен с семьей, что на него так давило, что он вот прям вот ему от этих оков непременно надо было освободиться и попереться куда-то там в Аляску в 22 года, а не заниматься теми вещами, которыми, в общем-то, большинство из его сверстников более склонны заниматься в 22 года. Очень толково и очень интересно, потому что Алекс такой не один. Сибирь поехать с белыми медведями, с черным одиночеством делиться. Вот такое желание возникает неспроста. Что не сидится, почему Шила в жопе вот так вот застревает у некоторых молодых людей. Достаточно интересный психологический разбор тут ведет автор. И его можно прям продолжать, искать вот таких вот героев нашего времени, которые скачут из офиса, там, не знаю, в горы, бросая семьи, жен, детей, родителей, кого угодно. Вот чем это вызвано, непонятно. Иногда кончается страшными вещами, короче, болезнями, увечьями, смертью, не дай бог. Вот тем не менее люди все равно ищут этого экстрима зачем-то. Вот что на самом деле они ищут, тут ведь большой вопрос. И этому вопросу, в общем-то, немножко посвятил Вемени в книге Краколуэр. Так, Алекс, правда супер-бродяга? Да, как он не супер-бродяга, это был псевдоним такой, дип-ха, вызов такой. Как бы себя назвать, да я такой крутой, просто звезда во лбу, можно сказать, это его кличка. Потом-то и дело, что он странствующий эстет, его представления о путешествиях, это вот какие-то такие, ах, хотел побродить внутри себя, он себя не понимал, в конце концов. А в итоге столкнулся с природой, ну, получил за это, по голове как бы. Потому что надо сначала понять себя, разобраться в себе, потом подготовиться к этому путешествию, если уж ты решил, что тебе это так необходимо для чего-то, для каких-то своих дальнейших просветленческих действий. И после этого ты тогда можешь, наверное, вынести еще что-то, уже оказавшись этой природой вместе, таким аскетом. И что-то узреть прямо такое, чего мы, простые смертные, узреть не можем в обычной ситуации, в обычных обстоятельствах. У Алекса этих целей не было, он просто начитался умных книг, позаимствовал умные мысли людей, которые при этом, толкая вот эти вот мысли, сами им не следовали. Решил, что вот сейчас я там изменю свою жизнь, и я буду супер-бродяга. Бродяга, да, он бродит, мысли бродят, еще где-то бродят. Закинь его куда-нибудь еще, в какое-нибудь лютое место, он бы там еще быстрее был, погиб, наверное, от каких-нибудь страшных вещей. А правда в диких условиях? Чувак, который хотел так отречься от цивилизации, уйти там, в итоге как бы оказывается, в общем-то, недалеко от цивилизации, возле автобуса, который оставила эту цивилизацию. И условия, в которых он выжил, не были дикими по меркам Аляски. Не супер далеко была трасса, с одной стороны, с другой стороны был какой-то национальный парк, где постоянно тусили туристы. То есть, в принципе, среда какая-то, окружение вокруг этого автобуса, вокруг того, где оказался один этот Алекс, она была. То есть, люди там были плюс-минус, это не такая глушь, где вообще нет никаких навигаций. Понятно, что как бы для среднестатического американца, для нас, с вами, для кого угодно неподготовленного, и там бы он, конечно, отбросил бы коньки на третий день. Вот, Алекс продержался, Алекс молодцом. Но в целом, как бы в масштабах мира, который так хотел исследовать этот юный исследователь, это были не дикие условия, скажем так. Что за автобус номер 142? Кракуэр описывает историю этого автобусика, в общем, рассказывает, что ходил он маршрутом 142, потом его списали с маршрута и наполнили людьми провизией. И он должен был перевести из пункта А в пункт Б, где будут работать и добывать там какое-то определенное сырье или, я не знаю, ископаемое, может быть, я точно не помню. Ну, в общем, суть была такова, что людей нужно было туда доставить, чтобы они там жили и работали. И в дальнейшем, как бы, там, наверное, какая-то трасса появилась бы, там, не знаю, мосты наладились бы, коммуникации и так далее. Но по итогу властями это все чисто не закатировалось, и плюнули они на этот свой проект, закрыли его и отослали обратные людей автобусы. И вот из трех автобусов двое обратно прибыли, а один где-то застрял, вот, собственно, где его и находит Алекс. И, в общем-то, стоит там до сих пор, и не один Алекс-супербродяга, в общем, в нем побывал, это пристанище для многих супербродяг. Года три назад, по-моему, супербродяга, один белорусский, Рома, собирался до этого автобуса тоже и там фоткался. Как выжить в диких условиях? Ну как, как, вот так, вот иметь подготовку, как бы сам Кракоуэр рассказывает о своем опыте, о опыте других путешественников. Надо знать просто, куда лезешь и что, дикие условия в одной местности, это выживание в одном стиле, в другой местности, в другом. В одном месте тебе для выживания хватит пачки риса, и все в другом месте тебе может не хватить, потому что ты будешь энергии больше тратить, потому что там холоднее, потому что там еще что-то. Только много нюансов, которые нужно знать, нужно знать каким-то и практическим путем, просто исследуя, бывая, общаясь, может быть, с людьми, которые все это видели, пожили и знают. Подготавливаясь, тратя время на изучение каких-то вопросов, потом на подготовку к тому же выживанию. Алекс не ел, допустим, был против еды, мяса, не потому что он вегетарианец очень большой, это уже как бы так он оформил, это своем мысльно, вообще просто потому что он даже тупо не был готов к охоте. Он не знал, как хранить это мясо, это мясо бесполезно гнило потом, вот. То есть он не был знаком с этими всеми вещами, необходимыми, наверное, если ты собираешься не на день-два куда-то там поехать, а как бы полноценно жить, существовать. Ну, он мечтатель, вот. А чтобы жить в диких условиях, надо готовиться. Готовиться, серьезно, готовиться. Что взять с собой в путь в дикие условия? Если следовать заветам Криса МакКендлса, то в путь вообще ничего не надо с собой. Человек, у которого даже карты не было с собой, настолько он просто подготовлен был. Достаточно беспечно относится к тому, что с собой нужно брать, как к этому нужно готовиться. Он решил, что природа это помощник ему, это, в общем, никакое не испытание, что цивилизация вот это отстой, а природа это вот класс, и он там со всем справится. Взял он из полезного минимум. Было ружье у него с собой, было мачете, но как бы такой, знаете, список для выживания, там, да, must-have, вот, что вам нужно взять, если вы решили вдруг завалиться на Аляску на пару-тройку месяцев, украсить свою жизнь новыми красками. Там вот нету этого перечисления, да, нету того, что действительно вам понадобилось и того, что вам бы помогло. То, чего у него было много, так это книжек, количество, которое даже, не знаю, в путешествии с собой не берут столько, а он не на, там, рельеру собрался. Из полезных книг, сборник полезных и опасных трав, растений, ягод, вот, по которым он ориентировался, что можно есть, а что нельзя. Остальные это, там, Толстой, там, Гоголь, я ничего не имею против этих ребят, конечно, замечательно. А, ну, конечно, фотик, фотик, главное с собой, вот, кроме Толстого и других гуру мыслей, в общем, обязательно возьмите с собой фотик, потому что кто-то поверит вообще, что вы были в Аляске, что вы, там, автобус какой-то нашли, если вы не запоткаете это все, оленя какого-то убили, че, дневничок, конечно. Вообще, без фотика, без дневничка, вот этого вот комплекта инстаблогерского, ни в каких условиях вы не выживите вообще, в принципе, выбросьте из головы, ехать куда-то в дичь, постигать себя без фотика не надо, не стоит. Аликс, в общем, это понимал, лучше нас всех, еще до Инстаграма, но суть в том, что полезных вещей у него там было каких-то минимумов. Зато был фотик, зато были книги. Ну, он был эстетствующим путешественником, никакой не суперпродяга, он как бы думал, что он просто будет жить так же, как и жил, но где-то далеко. Не тут, где не будет папы, где не будет мамы, не будет давящего социума, будут птички петь и, там, не знаю, на ручку садиться и зернышки клевать. А он будет ходить, просто ромашки собирать, ягодки, там, хоп, такие, с полянки, сами в ручку складываться. Но оказалось немножко по-другому. Смесь наивности и продуктивности и смекалистости его при этом делают этого персонажа странным, но и интересным все-таки. Осуждать его нельзя, потому что он, несмотря на то, что был плохо подготовлен, как бы, и не было у него необходимого запаса, и знаний не было, как вообще делается это. Но, тем не менее, он продержался. Что съесть после прочтения? Алекс ведет дневник свой. На это обращает внимание Крэкауэр, что дневник больше похож на гастрономические путевые заметочки, где Кристер Алекс пишет о каких-то там съел, то попробовал это, убил оленя, там, убил еще кого-нибудь. Плохо ел, не ел, там, еще что-то. С учетом того, что он, в общем-то, отравился, это была добивающая причина смерти. Но последняя запись в этом дневнике гласит прекрасная голубика. Несмотря на то, что он уже был в плохом состоянии, он голодал в конце. Где эти чертовы звери? Я хочу есть! Я есть хочу! Ужасно хочу есть! Он там отравился, организм, в общем, был слаб, было ему плохо. Он, видимо, продолжал как-то жить и радоваться жизни. Вот прекрасную голубику можете съесть, потому что голубика, это вообще-то прекрасно. Это что, такое путешествие к смерти? Это, в принципе, одна из версий, которая, в общем-то, наверное, возникает в голове у каждого, кто узнает историю Криса. Но когда начинает Краковер разбираться в его персоне, в его семье, в его, не знаю, друзьях, еще что-то, он складывает впечатление, что нет, смерти можно найти намного более простыми путями. Зачем так все усложнять? По его последним запискам каким-то, да, мы видим, что, в общем-то, он, видимо, хотел вернуться, он, видимо, для себя что-то понял. Вот эти два года бродяжничества и потом вот жизни на Аляске с этим автобусом для него не прошли даром. Он принял ошибки, там, не знаю, свои, простил ошибки, за которые он там винил своих родителей, еще что-то. И, в общем-то, готов был вернуться к социуму и какой-то деятельности. Как я уже говорила, Алекс, супер-бродяга, взял с собой фотоаппарат, и он фотографируется, и, в общем, когда он уже болен, когда он уже понимает, видимо, что смерть близка, тем не менее на фотографиях описывает Краковер этого не видно. Он счастлив, он что-то обрел, чего-то другого он искал, может быть, нашел. Мы в голову не влезем и не скажем за него. Краковер пытается тоже найти, чего же он искал, но конкретного ответа мы так и не получили. Это вот интересно все-таки. Вот, а на этом я заканчиваю. Перед путешествием готовьтесь. Книжки, конечно, читайте, но это не единственное, что вам понадобится, если вы собрались в тундру. Такую книжку я советую тем, кто интересуется Америкой, Аляской, может быть, хочет путешествовать где-то там. А мы продолжим свое путешествие в мир. До встречи не в диких условиях, а на ютубе. Снова подписывайтесь везде-везде-везде, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Все, пока-пока-пока.